добрый день всем любителям дартс на связи анкл сэм я веду свой репортаж по традиции из клуба лабиринт что является у нас базой и логовом новоуральской дартс лиги которая производит на свет иногда поштучно иногда массово дартс таланты за игрой которых одних из которых мы сегодня с вами понаблюдаем четвертом отборочном туре турнира тройкам и сражаться они будут упражнение большой раунд один из соперников уже весьма хорошо вам знаком александр озеров весьма состоявшийся уже игрок звезда новоуральской линии которого в активе немало титулов впрочем какие областного масштаба так и даже есть парочка по моему всероссийских а вот соперником у него будет тоже весьма набирающий неплохую игровую форму юный новоуральский снайпер на счету которого кстати в отличие от александра уже по моему 4 если мне не изменяет память награды попадания первенствах россии причем как в категории до 15 лет так и уже сейчас когда он подрос эти говорят 15 до 17 и матвей щекалев на ваших экранах вступил в игру ведомым номером поскольку александр озеров у нас в рамках квалификации показал куда как лучшие результаты и вот сейчас обоим этим снайпером предстоит набирать как можно больше попаданий в сектора с первого по десятый поскольку игра большой раунд правила и весьма простые принципе с первого по десятый сектор нужно попадать как можно больше количества раз вот не с первого по двадцатый но в рамках турнира тройка у нас немножко усеченное данное упражнение поэтому с первого по десятый сектор ну александр как мы видим с первых же секунд начал давить на своего соперника сразу перелес после третьего подхода уже на 10 очков хотя с другой стороны даже один единственный промах может служить коварную службу своему хозяину как вот сейчас александр ошибается и тут же матвей его догоняет 39 а 37 отставание буквально в два очка и уже на экваторе первого лего у нас снайперы стабилен александр пятом секторе а матвея уже начинается проблемы буксует щекалев возможно это все связано с тем что абсолютно не в своей майке играет на смотри взял он игровое поло у капитана на уральской сборной александра щетникова поскольку есть у нас железобетонные непреложные правила выступления на тв мишенях в этом сезоне кто не одевается по игровой форме то соответственно не допускается а между прочим мало того что игрок не играет так он очень выпускает для себя пусть и небольшую но материальная выгода на кону у нас у этих игроков 500 рублей в принципе в каждом отборочном раунде существует такой вот небольшой приз но тем не менее тоже выступает какой-то долей мотивации озеро атака в восьмой сектор одним дротиком промахнулся но тем не менее 16 очков судья поединка дмитрий горбунов записывает приложение дартс база дорогие друзья для тех из вас кто только-только приобщается к миру дартс и еще не совсем представляет в чем же считать очки будь то большой раунд сектор 20 или даже самая популярная игра 501 наша рекомендация выбирайте приложение дартс база пользуйтесь тем чем пользуются профессионалы ну вот матвей щекалев показывает что пока что до настоящего профессионала ему далековато всего лишь одно попадание в сектор 9 снимает матвей после визита мишеньем но александр добивает своего соперника сразу пять попаданий в десятый сектор и чудовищный просто переезд дальше уже просто в молоко откидывается матвей и счет у нас 10 по легам пользу игрока в желтой футболой футболки желтой майки лидера хотел сказать но все таки это у нас вроде как терминологии больше велосипедного спорта желтой майки лидера обычно крутят педали самые мастера этого дела но у нас александр чуть более точен в первом секторе сразу перевес 2 очка действительно позволяет александру скинуть побед на руки вверх но смотрите недолго то радовался соперник матвей щекалева поскольку сейчас сразу седьмым 7 попаданий до демонстрируют на матвей и уже в роли догоняющего сейчас выступает александр но тем не менее как мы видим по выражению его лицам и вообще по манере передвигаться к рубежу и от него весьма уверенно себя чувствует александр как будто бы соперников у него не грозный молодой человек а обычный рядовой соперник коих александр на своем веку уже переиграл и выиграл огромное количество 12 на 28 есть одно утроение его слова туда хочет попасть нет решает как бы своеобразным шанхаем сейчас сыграть озеров утроение простое попадание в сектор и удвоение точно туда метил последним дротиком александр но не срослось не в этот раз и сейчас у матвея есть определенный задел после того как игроки пересекли экватор уже второго лэга в этом поединке и александр настолько расслабился что видите позволяет себе даже такие вольности промахивается мимо пятого сектора а ведь мы помним что перед этим у него все было вполне себе хорошо стабильно вот кидал в первом логе по этой области на мишени сейчас мой какие грубые промахи совершает озеро то сверху то снизу лишь третьим попадает александр сектор номер 6 и сейчас смотрим действительно когда если сейчас нужно улучшать свой перевес наращивать преимущество но нет ответочка тут же прилетела всего лишь 7 очков небольшое количество так недолго и растерять весь тот багаж который был накоплен за первую половину этого лэга у ю ю ю ю тоже озеро ошибается третьим дротиком такое ощущение что начинает нервничать александр если бы сейчас попался бы уже был впереди собирается матвей четыре попадания в восьмой сектор и все ближе ближе у нас финишная прямая хорошо атакует озеро есть утроение по-прежнему не отпускает он далеко своего визави собрался щеколёв ну красавец последних двух подходах демонстрирует на попадание утроением чем ответит александр ну один промах конечно мимо девятого это лишь кого-то особенно на фоне того что уже последний подход совершают к рубежу в этом лагии оба игрока 30 стабилен щеколёв десятки ну что даже сейчас 60 очков не спасут ситуацию нужно было 7 раз попадать и все это прекрасно понимает александр тоже откидывается последним дротиком и вынуждены мы с вами дорогие друзья увидеть решающий лайк десайдер этого поединка растянули на максимальное количество времени этот игровой поединок между собой озеров и щеколёв есть четкое утроение от матвея что будет он все-таки сейчас вырывать победу поскольку отступать уже некуда ну и играть спустя рукава тоже весьма нежелательно таки 500 рублей не лишние для молодых то людей хотя стоит конечно отметить что александр лет на пять постарше своего соперника и уже обладает какими-никакими навыками по работе время как матвея еще пока что в роли учащегося у нас выступает 19 5 после 3 подхода что нужно утроение но совершенно не в 19 секторе катастрофа начинает сейчас складываться в пользу игрока в зеленой футболке хуже пользу абсолютно тотальный минус уходит матвей без утроений в нужном секторе конечно сейчас ситуацию не спасти ну а такая игра которого демонстрировать сейчас это прямой путь к поражению вынужден я констатировать ты чай озеро надежен в утроениях пятерки александр смотрите сразу на 30 очков по половине дистанции но опять же игра большой раунд может быть весьма непредсказуемо особенно если игрок совершает одно непростительную ошибку которых сейчас даже две совершил озеро но и утроение может быть крайне с полезным для матвея но не справляется щеколев у и было пить в утро и такое ощущение что я накаргал раньше времени прямо из утроения 6 сектора выпадает последний снаряд и улыбается александр все-таки действительно удача сейчас абсолютно точно на его стороне ну и с помощью удачи грех не выиграть снова цепляет утроение 19 сектора хотя играя в 19 будет только в следующем туре поскольку у нас в рамках турнира тройка 6 отборов и каждый отбор представляет собой различные упражнения будет набор очков сектор 19 и большой раунд вот сейчас ребята должны сражаться именно по правилам упражнения большой раунд 8 сектор на барабане 16 очков всего лишь списывает набирает конечно же в свою копилочку пока что не богатую на очки матвей но александру остается спокойно довести этот матч до победы как говорится дело техники да еще и утроение последним цепляет матвей нет не справляется одним из роликов равно этого мало даже четыре попадания против пяти крайне не очень скажем так хороший результат но все таки и александр то дает призрачный пусть и призрачный но шанс нужно 6 попаданий сегодня попадает матвей и дальше уже тоже просто отбрасывает последним тротиком констатирует судья поединка дмитрий горлов очередную победу александра озеро что-то зрителям там усиленно объясняет матвей что типа видимо не было смысла третьим куда-то надежно целиться но тем не менее отметим все таки блестящую игру в исполнении александра озерова же который раз демонстрирует нам абсолютное спокойствие на рубеже ну и технично доводит очередной поединок до победы в свою пользу ну и конечно же получает заслуженную награду вот организаторов данного турнира ну и как всегда по традиции если игрок еще не засветился на в соцсетях со своей фотографии то организаторы конечно же обязаны это сделать в рамках нашего турнира дальше у нас через неделю состоится уже 5 отборочный тур в рамках которого у нас будут игроки сражаться в сектор 19 и наверняка у нас должны появиться новые фавориты в этом турнире поскольку 19 сектор излюбленная фишка некоторых наших игроков увидимся через неделю на сегодня все один раз а бигас а